Здравствуйте, это программа «Нефть» и ее ведущий Лжас Байдельгинов. Как сложился год для нефтесервисной отрасли Казахстана, которая одна из первых, так скажем, почувствовала удары кризиса, который последовал вслед за снижением нефтиных цен. Как эта отрасль выходит из кризиса сейчас, как она развивается с учетом того, что в Казахстане запущен ряд очень крупных проектов международных. Мы пригласили сегодня поговорить об этом Нурлана Жумоголова, генерального директора Союза нефтесервисных компаний Казахстана. Нурлан, здравствуйте. Здравствуйте, Солдович. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы знаем, что все о нефтесервисе в Казахстане знаете вы, с учетом того, что сколько раз мы уже были в гостях, сколько интересных тем мы затронули. Наверное, такой короткий вопрос, после него график посмотрим, который вы предоставили. Как 2017 год сложился для нефтесервиса казахстанского? Если анализировать цифры, то есть существенный рост по нефтесервисным услугам. Это, в первую очередь, строительный монтаж на работу. Всем известно, что сейчас уже предварительные работы на проекте «Тенгиз» стартовали. И, соответственно, многие уже ранние работы выполняются. В основном, закупки крупных таких операторов, как НСОС, КПО, ТШО, они увеличили свои закупки, что позитивно отразилось на размещение заказов у отечественных компаний. Если не ошибаюсь, в прошлом году, в начале были небольшие СМИ, заголовки, в нефтесервисе сокращения должны быть, из-за того, что были сокращения объемов и так далее. Но в целом, год, по-моему, хорошо прошел. Ничего такого не видели. Рост минимум на 10% – это в денежном выражении. Если брать итоги 2016 года, тогда этот общий объем закупок нефтесервисных услуг составил 2,1 трлн тенге. То по итогам 2017 года цифра составила 2,3 трлн тенге. Общие затраты всех нефтедобавающих компаний, ну, это закупок товаров, работы услуг, превысили 4 трлн тенге. И получается, из них 2,3 трлн тенге составляет только нефтесервисные услуги. Нефтесервис, да. Ну вот мы, давайте посмотрим на первый график. Как раз уже Нурлан начал озвучивать цифры, которые приведены. Нурлан, ну, наверное, коротко прокомментируйте. Вот здесь 2015, 2016, 2017 год мы видим. Видим, что есть рост, да, вот, 17-й, ну, если там не к 16-му, то к 15-му он точно есть. И цифры серьезные. Что вот здесь интересного в этих цифрах? Почему где-то есть рост неплохой, так скажем. Ну, в принципе, если сравнивать 2017 год с итогами 2015 года, практически по всем ключевым сегментам наблюдается рост. И как я до этого отметил, это связано в первую очередь с увеличением строительно-монтажных работ на проекте Тенгиз. Тенгиз. Вообще, в целом, на эти три компании, КПНС, ТШО, мы проанализировали, приходится 77% всех закупок. Если на сегодняшний день более 90 компаний, забывая, да, вот, нефть в Казахстане, только на долю этих трех проектов приходится 77% закупок. Ну, видим то, что бурный рост идет по проектированию и инжинирингу. Это тот сегмент, где вовлечение казахстанского бизнеса минимально. Вот мы по графику видно то, что всего лишь 12% составляет доля казахстанского бизнеса. Там это основные работы по проектированию на месторождение Тенгиз, который выполняется международным консорциумом с участием казахстанских компаний. Это КПГВ, куда входят ФЛЕР, ВОРДИПАРСН и два казахстанских проектных института КИНК и КГНТ. Поскольку все основные работы выполняются за рубежом, доля казахстанского содержания низкая. Ну и аналогично геология, геофизика, да? Да, там доминирует. Если у нас никогда сильная не была, да? Если в закупках. Да, к сожалению, там доминируют крупные международные игроки, как Шлюмберджи, Халли Бёртон, Бейкер Хьюз. Шлюмберджи, как всегда, является лидером. Но у них наблюдается снижение по сравнению с 2016 годом. Снижение предоставляемых услуг крупным операторам. Ну вот два вопроса затронули, которые интересны сразу. Это первое, иностранные компании, второе, это Тингиз, который сейчас, да, драйвер роста. Сейчас мы на них остановимся подробнее, если вы нам расскажете, да? Ну я скажу вот для наших зрителей, да? В 2017 году закупки ТРУ, товар, работа, услуг по нефтесервису, данные, которые ассоциация нефтесервисных компаний представляет, они состояли 2,2 триллиона 339 миллиардов. Для сравнения бюджет Казахстана, государственные все расходы министерства, областей и так далее, сейчас, если не ошибаюсь, там порядка 7,5 триллиона тенге. То есть можно представить, насколько это значимая отрасль в масштабах Казахстана, с учетом, наверное, занятости. Да сколько, примерно, человек занято в нефтесервисной отрасли? В нефтесервисной отрасли мы проводили анализ, представлены более тысячи компаний, общая численность которых составляет, ну, сотрудников 160 тысяч человек. 160 тысяч. Да. Но это имеется в виду, то есть и не чисто нефтесервис, а, допустим, просто там кто-то продукты питания, допустим, кто-то там возит что-то, это все вместе, да? Ну это в любом смысле. То есть 160 тысяч человек с учетом семей, да, это полмиллиона, да? Не меньше чем. А вот есть второй график, очень интересный, его, давайте посмотрим, взглянем на него. Здесь есть интересные компании, ну вот я даже, например, их в первый раз вижу, хотя рынок вроде так скажем знает. Ну, Нурлан, вот подробнее о том, вот как методологически строились эти данные, эти цифры, да? И, наверное, они еще более интересны, потому что, в принципе, я не видел нигде, чтобы кто-то, кроме вас, вот эти цифры анализировал, собирал. Ну, на самом деле, это по закону, все нефтедобавающие компании на ежеквартальной основе обязаны представлять информацию о проведенных закупках в Министерстве энергетики. Есть электронный портал, куда стекает вся информация. Мы, соответственно, по итогам года анализируем данную информацию и для себя формируем список компаний, для себя формируем аналитику, чтобы в последующем отслеживать тренды рынка, отслеживать крупных игроков. И делимся этой информацией с членами Союза. Также выявляем долю казахстанских компаний по отдельным сегментам рынка, ну, как бурение, там, строительство. Ну, вот здесь есть компании, не будем останавливаться, наверное, на всех, да? Ну, это иностранные компании, да? Это все вот связано, я так понимаю, с крупными проектами, да, которые в Казахстане реализуются? Да, в основном все эти указанные 15 крупных подрядчиков являются поставщиками проектов «Тенгиз» и «Кашаган». А вот там есть еще буровые компании, как «Оилсервис» компании, «Бурглау», «Казбаный газ бурение». Они непосредственно оказывают буровые услуги дочерним компаниям «Казбаный газ». Ну, это такие уже устоявшиеся, так скажем, игроки. Ну, наверное, всегда интересно сказать и поговорить о том, как на казахстанском рынке себя чувствуют иностранные компании, да? Вот, по-моему, мы летом прошлого года встречались, говорили о том, что вот девальвация, потом были корректировки там программ различных, да, у недропользователей. Им сейчас не очень комфортно в Казахстане стало, потому что, ну, для них такая маржа при вот ценах, она стала не очень комфортна. Я вот работал тогда в Ак-Тубе, не буду говорить тоже название одной компании, они там, ну, где-то процентов 60-70 своего штата распустили, потому что для них это стало невыгодно. Они сказали, ну, за такие деньги и за такой маржу мы как бы работать не хотим. Сейчас как у них ситуация? Ну, тоже название не будем говорить, чтобы политкорректным быть, да? Все знают, да, эти крупные компании, которые есть иностранные. Как у них дела сейчас обстоят? Как они на казахстанский рынок сейчас смотрят? Подвинулись они, освободив, так скажем, место казахстанским компаниям некоторым или все-таки остаются на своих позициях? К сожалению, иностранных компаний, которые хотят работать в Казахстане, становится все больше и больше. Вот недавно был форум по обсуждению проекта расширения Карачагнака, где присутствовали более 20 иностранных подрядчиков, которые впервые хотят работать в Казахстане. Ну, это обозначает то, что есть большой интерес к Казахстану и необходимо учитывать то, что когда реализовываются новые капитальные проекты, там уже ставки совсем другие. Там по международным ставкам считают человека часы, там работы. Но между иностранными компаниями, подрядчиками сейчас идет борьба. К примеру, я озвучу, то один крупный строительный пакет в рамках проекта ПБР бюджет превышал 1 миллиард долларов США, а потом победитель выиграл, предложив цену, в два раза ниже. Фантастика. Ну, поскольку выиграл этот подрядчик, который работает в Казахстане уже давно, он знает расценки, знает, сколько стоит человек от часы, и, соответственно, он дал самую приемлемую цену по сравнению с иностранными компаниями, которые только заходят. Ну, и плюс девальвация, наверное, еще сыграла, потому что у нас некоторая часть товаров, материалов, она все еще в старых ценах. Да, ну, также и заработная плата не так выросла. Ну, да. Вот 20 компаний новых, которые, они не работали, да, в Казахстане, они вот приехали просто на презентацию Карачаганак, да? Ну, некоторые уже работают, некоторые только изучают возможности, но, по крайней мере, им был дан четкий сигнал о том, что, если, господа, если вы хотите работать на проекте Карачаганак, вот вам условия. Создавайте совместные предприятия с казахстанскими компаниями, либо консорциумы, и только так заходите. То, что был дан сигнал о том, что требование по кассодержанию будет жесткое, и без наличия казахстанского партнера иностранная компания не может работать. По Карачаганаку, если не секрет, вот там третья, да, фаза проекта сейчас рассматривается, стабилизация жидких углеводородов, да? Там какой бюджет у него, если это не секрет? Ну, бюджет в районе 3-4 миллиардов долларов, но там будет поэтапное развитие проекта Карачаганак, там будет, получается, поэтапная реализация. Но бюджет где-то в районе 3-4 миллиардов долларов, и сейчас идет эскизное проектирование. Ранняя работа должна начаться уже в следующем году. В следующем году. И радостная новость, что иностранцы проявляют внимание казахстанскому рынку нефтесервиса, и тревожная, да, в плане того, что усиливается конкуренция, и деньги, они, так скажем, из страны будут уходить. Второй вопрос большой, да, по Тимгизу, вы на нем уже там останавливались, да, затрагивали, и по Кашагану, вот на этих двух проектах, что сейчас происходит, почему интерес такой, ну, я думаю, все знают, да, ПБР, проект будущего расширения, это 37 миллиардов долларов инвестиций в Казахстан до 2022 года. Кашаган, не знаю, какие цифры инвестиций, наверное, тоже немаленькие, да, но в целом эти два проекта, мне кажется, сейчас они такие драйверы роста. Сейчас вот со всеми знакомыми, с кем там разговариваем, общаемся с нефтяного рынка. Я через каждое слово где-то слышу Тимгиз, подрядчики, субподрядчики. Мне кажется, это сейчас такая основная повестка дня, вот в нефтегазовом рынке, в Атырау, да. Что вот с этими проектами, на какой стадии они, с какими они проблемами сталкиваются? Или наоборот, может быть, у казахстанских компаний есть какие-то претензии к операторам? Ну, сейчас все внимание отечественного бизнеса, не только отечественного, но и зарубежно приковано к проекту Тимгиз. Только в этом году будут разыграны контракты с бюджетом, с общим бюджетом 7 миллиардов долларов США. И все стремятся зайти на этот проект, как на прямой подряд, так и на субподряд. Очень много, ну, основные работы, на самом деле, основные пик строительных работ произойдет в следующем году, по нашим сведениям. Сейчас уже определяются крупные подрядчики, которые будут строить два завода. Это завод по переработке дополнительной нефти на 12 миллионов тонн и завод по закачке сырового газа обратно в пласт. В мае месяце уже подрядчики должны быть определены. К этим подрядчикам обязательно поставлены условия, что они должны привлекать казахстанские компании на субподряд. И казахстанское содержание в их работах должно составить не менее 50%. В принципе, эти зарубежные компании уже для себя, можно сказать, определили казахстанских партнеров. Очень хороший опыт появится у наших казахстанских компаний, поскольку им будут отданы на субподряд контракты, которые превышают 100 миллионов долларов США. То есть, в любом случае, это опыт, так скажем, это инжиниринг, это работа с оборудованием. То есть, в любом случае, помимо, так скажем, части денег, которые оставляет иностранный оператор здесь, это еще и, так скажем, опыт, который поможет нашей компании. Да, безусловно. А по проекту Кашагану сейчас все ждут. Как известно, это проект «Центр компромирования 0.1». Бюджет был запланирован 5 миллиардов, потом провели оптимизацию переговоров. Вместо двух компрессоров решили строить один компрессор. И, соответственно, бюджет в 2-3 раза был занижен. Сейчас обсуждается возможность совместного реализации двух проектов. Это «Калам Касмори», который принадлежит оператору НСОС, и «Хазар», который принадлежит «Каспи Мюрит» и «Оперитинг Компани». Глава государства в декабре подписал новый кодекс о недрах. Соответственно, этот новый кодекс о недрах разрешает совместное использование общих инфраструктур, совместное освоение проектов. И вот два оператора, КМОК и НСОС, рассматривают совместное освоение проектов в целях оптимизации, в целях снижения затрат. Они в инвестициях вместе участвуют? Или это просто построил один, но второй может пользоваться за определенную плату? Детали еще не ясны. Сейчас только концепция обсуждается. И они должны представить предложение Министерства энергетики в скором времени, в этом году. Ну то есть самое главное, что хотели увидеть после Кашагана, это рост на добыче на шельфе. Не рост, наверное, правильно, начало других проектов на шельфе. То есть в целом мы видим, что по этому пути сейчас Казахстан движется и идет. Да, абсолютно. В прошлом году только ИНИ, итальянская компания ИНИ, она на апаритетной основе с Казминой газом зашла на проект ИСАТАИ. Это морское месторождение. ИНИ это ЭНИ? Да, ЭНИ. Ну просто его чаще так говорят. И, соответственно, мы видим, что определенный интерес со стороны иностранных инвесторов, крупных инвесторов к морским проектам есть, поскольку в новом кодексе и в налоговом кодексе это предусмотренный ряд льгот, преференций к морским проектам. Ну вот я тоже соглашусь, интерес иностранных компаний, я вот, если не ошибаюсь, в ведущих мировых таблоидах, так скажем, да, информационных агентствах, когда начался проект ПБР, когда начались первые работы, вот эти новости, они проходили короткой строкой, что начат проект на такую сумму, если я не ошибаюсь, он там то ли в топ-3, то ли в топ-5 входил крупных проектов, которые вот в период снижения интимных цен, да, были запущены. На самом деле это хороший драйвер, но опять-таки это и вызов, так скажем, да, для казахстанских компаний и возможность там заработать, получить опыт. Ну, Нурланд, всегда с вами говорим о текущем моменте, всегда смотрим с вами вот в будущее, да, потому что вы часто поднимаете эти вопросы, актуальные вопросы. Что нужно делать, чтобы наш казахстанский рынок нефтесервиса из, так скажем, положения внутри страны, да, мог выходить за рубеж, потому что, ну, есть страны, там, допустим, южнее нас, да, есть там огромный рынок Ирана, он сейчас там вроде оживает, да, и вот, ну, есть там объемы на самом деле. Что нужно делать, чтобы наши компании выходили за рубеж, нужно ли как-то поощрять их, или может быть, вот я помню, одно время была идея, обсуждалась создание мощного государственного какого-то оператора, да, в этой сфере. Что нужно сделать для развития нашего нефтесервиса? На самом деле здесь необходима государственная поддержка, по крайней мере, в том плане, чтобы чуть-чуть приоткрыть двери, познакомить с нужными людьми. Сейчас спрос на казахстанские компании, я не скажу на прямой основе, на СУ подряд есть. Вот, к примеру, этот проект Ямал, там более тысячи казахстанских граждан работают на сегодняшний день, и они показали себя с очень хорошей стороны. Ямал, это Ямал-СПГ, да? Да, Ямал-СПГ. Сейчас в Сахалине очень много нефтегазовых проектов открываются, и ряд наших отечественных компаний уже ведут переговоры по работе на проектах Сахалина. Спрос к казахстанским компаниям очень огромный, поскольку у нас действительно хорошие специалисты, которые были взращены на проектах Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Другой вопрос, нашим компаниям не хватает оборотных средств. Ставки в банках второго уровня высокие. Данный вопрос мы, кстати, поднимали. Хотели рассмотреть предоставление банками кредитов под контракт. Если имеется контракт, чтобы компания... Понятно, без залогового обеспечения и так далее. Ну, к сожалению, на сегодняшний день Национальный банк не поддерживает данную меру, но, по крайней мере, мы начали работу. Думаем то, что... То есть вопрос финансирования. Я еще помню, вы поднимали вопрос был по операционным суточным ставкам. Они там, по-моему, три года по системе нацкомпании КМГ не менялись. Сейчас ситуация лучше или... Ну, насколько я знаю, в индивидуальном порядке КМГ рассматривает данный вопрос. Ну, поскольку он понимает, что тот же дизельный топливо в цене повысилось в чуть ли не два года. Ну, и налоговая нагрузка, она все-таки там изменилась. В индивидуальном порядке дочерняя структура КМГ рассматривает данный вопрос. Ну, то есть в целом у Казахстана возможности, так скажем, при должной поддержке есть выходить на международные рынки, конкурировать там? Да, уже вот, как я сказал, несколько компаний уже работают на российском рынке. Сейчас открывается рынок Узбекистана. Ряд компаний уже провели переговоры и собираются работать. Ну, это по геологическим услугам, по геофизическим услугам. Даже есть компании, которые работают в Катаре, в Эмиратах. В Эмиратах, да, я знаю. Ну, некоторые даже компании наши отечественные говорят, что им легче работать за рубежом, нежели на проекте Тенгиз. Ладно, не буду дальше углубляться и спрашивать, почему. Ну, наверное, в завершении, да, Нурлан, вот такой вопрос. Может быть, он немного, так скажем, с подковыркой. Недавно был конфликт трудовой на Абу-Даби-Плазе, вы, наверное, читали, уволили каких-то рабочих. Понятно, что это к нефтесервису никакого отношения не имеет. Но вот я работал сам в нефтесервисе, в топ-менеджменте, да, и я знаю, как трудно по казахстанскому законодательству уволить сотрудников, которые тебя не устраивают. То есть, если они упрутся, они будут там брать больничные, много всяких там подковырок, им еще должны выплачивать какие-то вещи. На самом деле, в зарубежных компаниях же это же не так. То есть, по сути, если какое-то законодательство других стран брать, там чуть ли не за один день этого сотрудника могут уволить. Вот в Казахстане, ну, понятно, что поддерживают социальную ориентацию государства, поддерживают вопросы занятости. Этот вопрос вот должен так регулироваться или все-таки надо отдать, так скажем, дать свободу самим нефтесервисным компаниям, бизнесу, решать вопросы трудоустройства? Почему спрашиваю еще? Потому что, я помню, мы постоянно сдавали отчеты по количеству наших сотрудников. Должно быть это так или вот все-таки надо либерализовать это все? На самом деле, два года назад, когда вносили изменения в трудовой кодекс, там была прописана норма, то что если у компании... Снижение оборотов доходов. Снижение оборотов, то эта компания имеет право высвободить сотрудника. Вы как считаете, буквально у нас остается? Ну, на самом деле, компания не может на постоянной основе поддерживать работников, компания должна развиваться и, соответственно, в убыток не может работать. Но, в любом случае, если человек квалифицирован, он всегда найдет работу. То есть, в любом случае, чуть-чуть помягче, да, нужно? Что ж, Нурлан, большое спасибо за интересную беседу. Не поверите, у нас уже заканчивается время. Я напомню, у нас в гостях был Нурлан Жумагулов, генеральный директор союза нефтесервисных компаний Казахстана. Обсудили тенденции развития рынка нефтесервиса. 2,3 триллиона тенге составил рынок в 2017 году. Очень обнадеживающие цифры. Ну и, естественно, в каждом вопросе есть свои острые, так скажем, камни, которые являются и возможностями, и вызовом. Это программа «Нефть». Мы увидимся через неделю на Atomicen Business Channel. Редактор субтитров А.Семкин